Приветствую вас! И, ну, наверное, начать стоит с того, чтобы посмотреть на то, что вообще такое. Зависимость, что она из себя представляет, это зависимость, да, вот, и как она обычно образуется. В зависимости есть много причин, и надо сказать, что не все из этих причин явные, не все из этих причин очевидны, но причин есть, и сложность заключается в том, что причин не одна. Вот это вот, наверное, такая самая основная беда, в том числе причин не одна. В самом общем виде, в самой общей форме, можно сказать, что причина зависимости в том, что у вас есть определенные потребности, которые вы, грубо говоря, пытаетесь удовлетворить через, вот, собственно, этого молодого человека. То есть, вы пытаетесь удовлетворить свои потребности определенного рода через данного молодого человека. И он для вас, это просто средство и не более того, к сожалению. И данный аспект, на мой взгляд, нужно обязательно учитывать, если мы с вами говорим о том, что вы зависимы от него. Поэтому, поэтому, я хочу, чтобы вы для начала, если мы говорим о том, что вам нужно избавиться от зависимости, если вы хотите от него избавиться, да, то для начала вам нужно вот и понять, а какие же, какие же, собственно говоря, ваши потребности вы пытаетесь удовлетворить с помощью этого молодого человека. Что это за потребности у вас? Какого они плана, рода и так далее? Зачем вам ваш молодой человек? Это первое. Второе, это страх. То есть, вы боитесь, вы не столько зависимы от него, именно вот в, скажем так, ну, в буквальном смысле слова. Не столько зависимы, сколько именно боитесь того, что может наступить вслед за тем, что он от вас уйдет. Ну, или, может быть, что вы останетесь со мной, а тут уже как вам угодно, как вам удобней, как вам лучше. Тут особой разницы нет в причинах. Вот. То есть, это страх. Если в первую очередь, в первом случае мы работаем с потребностями и, во-первых, выявляем потребности, во-вторых, думаем, почему вы не можете удовлетворить их самостоятельно и так далее. Вот. И это всегда проблема личностного роста, это всегда проблема развития, значит, своей собственной мотивации и так далее. То есть, это одно направление. Если мы работаем со страхом, это немножко другое направление, то уже скорее на уровне бессознательного. Это уже на уровне того, что какие-то определенные вещи, которые происходят, ну, например, вот у вас с вами и так далее, они не являются осознаваемыми вами. И именно из того, что они не осознаются, например, вот, если можно такой привести пример, вами не осознаются причины страха. Вы просто боитесь. Чего боитесь? Чего боитесь? Чего боитесь, вы, например, не понимаете, либо просто-напросто не отдаете себе до конца в этом отсчет в том, чего именно вы боитесь. Соответственно, нужно будет как раз таки с этим поработать для того, чтобы вы увидели, что же стоит за вашими страхами, что же стоит за вашими переживаниями, что делает вас, в принципе, не свободны от молодого человека. Так настолько, что вы даже, как бы, ну, миритесь с тем, что он, по сути, вас использует, да? Следующий момент, это момент по сути, то есть вы настолько, допустим, не верите в себя, настолько вы сомневаетесь в себе, настолько вам кажется, что, например, без него вы вообще ничего не значите. Ну, я имею в виду, без молодого человека своего ничего не значите, что отпустить, отпустить его вы не можете. И это проблема самооценки, это проблема любви к себе. И, наконец, последняя, возможная причина, по которой у вас есть зависимость, ну, или она может быть, это детско-родительские отношения и сублимация того, что происходит сейчас. Значит, сублимация из нереализованности именно в детско-родительских опять же отношениях. И в таком случае нам нужно анализировать ваши отношения с родителями для того, чтобы подумать, что именно вы пытаетесь восполнить через своего молодого человека. Вот такие, в принципе, могут быть причины вашей зависимости и, как показывает практика, для изготовления от зависимости нужна регулярная работа с психологом. И эта работа не из быстрых, к сожалению, эта работа не из быстрых, но если вы будете нацелены на результат, если вы будете реально хотеть это сделать, если вы будете реально хотеть избавиться от зависимости, то работа будет водотворной. И психолог вместе с вами придет к определенному результату, который в итоге позволит вам решить ваши проблемы. Значит, вы говорите о том, в своем тексте, что не можете решиться, вы не можете решиться на то, чтобы с ним расстаться, даже не смотря на его такое вот, ну как я понял, такое вот негативное отношение к вам. Представьте себе, что вы все-таки решаетесь, да, вы все-таки решаетесь, вы решились на то, чтобы вот, ну, чтобы поступить вот таким образом, да, вы решились. И что дальше, вот, что произойдет, что случится, если вы поступите вот, ну, таким образом. Вот по вашему мнению, что должно произойти, может быть, может быть, действительно страшно, что-то, действительно страшно, что-то должно произойти и так далее. Вот что должно произойти, по вашему мнению, постарайтесь понять и ответить себе на вопрос, на мой взгляд, очень важный и один из самых главных вопросов. А так ли это страшно, так ли это ужасно, то, чего вы боитесь, вот, в результате того, что произойдет? Так ли это страшно, так ли это страшно? Если вы решите его, то я полагаю, что он с вами нужно будет работать, для этого выбирайте эксперта на нашем ресурсе и договаривайтесь о времени консультации, договаривайтесь о форме консультации. И начинайте работать от зависимости, к сожалению, так вот быстро избавиться нельзя. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!